Как известно, что в декабре 2019 году был подписан закон о статусе педагога, который действует с 1 января 2020 года. Данный статус долго обсуждался в педагогической среде, в обществе обсуждался. После принятия данного закона, многое изменилось для наших учителей. Министерство образования Новгородской Республики Казахстан, сам лично министр Атьма Аббетов Асхат Ханатович, был инициатором этих новшеств. В этом году уже был принят нормативный документ о запрещении учителей привлекать, согласно этого закона, привлекать ко всем неприсущим для учителя мероприятиям, излишним бумаготворчеству, отчетности, все снято. Учитель заполняет всего четыре документа, которые имеет. Больше, как раньше, каждый учитель не будет заниматься сдачей каких-то ненужных отчетов. Эти отчеты действительно никто и не читает. Поэтому учитель дается больше времени для того, чтобы он занимался творческой деятельностью, своей профессиональной деятельностью. Больше уделял время для повышения качества образовательного услуга. Вот одним из новшеств этого года – это переход на подушевое финансирование. В прошлом году город Нурсултана и город Алмата данная экспериментальная площадка была. Она показала свои положительные результаты. И вот в этом году, с 1 сентября, во всех областных центрах, городских, районных центрах, школы, значит, полнокомплектные школы переходят на подушевое финансирование. В Акмолинской области таких школ 76, все городские, только городские школы. Значит, суть подушевого финансирования заключается в том, что финансирование будет зависеть от количества детей, данной той, другой школе. Дается самостоятельность, больше самостоятельность руководителям школ, значит, по планированию финансирования. Параллельно с этим, значит, рассматривается вопрос сейчас уже поменять форму, значит, учреждений. Сейчас наши учреждения являются коммунальными государственными учреждениями, значит, в последующем они будут перейдут к государственным коммунальным предприятиям. То есть она дает, опять же, больше возможностей руководителям школ, значит, перепланировать свои финансовые возможности. Но вот в этом году планируем в городе Пушетов 5 школ перевести в форму коммунального предприятия, которые уже имеют опыт о предыдущих годах. Это школы, которые ранее были переведены в подушевое финансирование. Но я думаю, что она даст свои положительные результаты. Деньги будут идти за детьми. И в этом отношении будет заинтересованность, большая заинтересованность самих учреждений образования, чтобы они не говорили, вот этот слабый ученик, он уходит от нас после девятого класса. Там постарались их отправлять в колледжи, в среднее специальное учебное заведение. Пусть работают на перейти. Теперь, конечно, будут они работать над тем, чтобы они оставались, потому что это их деньги. Значит, вся экономия, которая будет оставаться, которую они смогут сэкономить в будущем, для развития школы, для, скажем, поощрения тех же учителей, которые творческие работающие учители, и имеют возможность, большую возможность будет иметь сама школа уже. Продолжение следует...